Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 997. События дня. 2 Тимофея 2, 11, 13. Верно слово. Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен. Ибо себя отречься не может. За 8 сентября 2018 года. И дальше объявление. Просили выставлять. Иван пишет. Здравствуйте. Я нашел во 2-й книге Маковейской пример молитвы усопшего. Видение же его было такое. Он видел гонию. Это уже выдержка идет. Выдержка из Святой Библии. Это не выдумка, а прямо из Священного Писания. Он видел у Анию, бывшего первосвященника, мужа честного и доброго, почтенного видом, кроткого нравом, приятного в речах, и с детства ревностно усвоившего все, что касалось добродетели. Видел, что он, простирая руки, молится за весь народ иудейский. Потом явился другой муж, украшенный сединами и славой, окруженный дивным и необычайным величием. И сказал он ей. Это братолюбец, который много молится о народе и святом городе. Иеремия, пророк Божий. Вторая книга Маковейска, 15-12-14. Можно ли эту книгу на эту ссылаться при диспуте с мусульманами и протестантами? Отвечаю, можно. Но они же эти книги не признают. Говорю только о всех еретиках-сектантах. А конкретно показать, о чем пишут, что можно ли с мусульманами. Ну, а что мусульманам докажешь, если они не признают и не считали? Ну, можно сослаться. Я далее говорю. Вопрос 676, открытый боком, том 2. Это моя книга. Иисус Новин, 10-13. «Я остановилась солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба, и не спешила к западу почти целый день. Что это за книга праведного? Почему ее нет?» Это мне вопрос задают в университете или по радио. Ответ. «Бог верил слово свое евреям, дал им закон, а они ни того, ни другого не сохранили». Деяние 7,53. «Вы, которые приняли закон, прислужение ангелов, и не сохранили». Евреи многие книги потеряли, а некоторые, обличающие их, уничтожили вместе с их авторами. Вот некоторые книги, о которых упоминается в Библии, но которых нигде нет. Первая книга «Брани». Дальше считайте, где упоминается об этих книгах, а их нигде нет. В Евангелии от Матвея 2,23 говорится, что будто бы пророки предсказали, что Христос Назареем наречется, но в теперешней Библии нет такого пророчества этого. Иоанн Златоуст в 6 томе говорит, «Какой пророк сказал сие, не исследуй, ибо много пророческих книг пропало, что можно видеть по истории параллепоменон. Иудеи были нерадивы и часто, впадая в нечестие, иному попустили потерять, а иные книги сами сожгли и взорвали». Об этом говорит Иеремия, 36,32, о другом писатель 4 книги «Царс», говоря, что после долгого времени едва нашли второзаконие, закопанное где-то и затерянное. «Ежели же тогда, когда не было врагов, а они так не родили о священных книгах, то коль ми паче при нашествии неприятелей». Семнадцать книг упоминается в Библии, которых нету. Семнадцать. «Но мало того, что иудеи не сохранили своего преимущества, и вверено им Слово Божие». Римлян 3,1. «Так неужели в Новом Завете будем ссылаться на евреев, что если они не сохранили неканонические книги, значит, они не Божьи. Другие народы их сохранили. Неверно также мнение, что книги на еврейском языке канонические, а на других языках, если то, они неканонические». «Книга Иисуса сына Сарахова написана была на древнееврейском языке, также и первая книга Маковеева, а книга Даниила написана на арамейском языке. Христос и апостолы указывали на книги у евреев, не существовавшие. «Убийство Захария» Матфея 23,35. «В теперешней еврейской Библии нигде не говорится об избиении пророков древними евреями и об избиении какого-то Захария, сына Барахиина в храме. Христос говорил это в обличении, и об этом знали книжники-фарисеи, и, следовательно, тогда это было записано, но не вошло в канон, потому что обличало иудеев. Сравни Матфея с Третьей Езры, Второй Тимофея, и противление волхов Иоанния и Аврия. Эти сведения апостол Павел черпает из потерянной ветхозаветной книги книги Иоанния и Аврия. И Матфея 27,9,10. «Взяли 30 серебряников и дали». Текста этого нет нигде в книге Иеремии, в теперешней Библии. Евангелист Матфей взял его из потерянной ныне книги «Тайн Иеремии», о которой упоминает Ориен толкование. Глава 27, Иероним и другие. Ефесянам 5,14. «Встань, спящий, воскресни из мертвых». В теперешней Библии нет этого текста, и, очевидно, взято это из одной из потерянных книг. 1 Коринфян 2,9. Апостол Павел приводит текст из пророка Исаии, который якобы находится в указанном месте. По свидетельству древних апостол Павел подчеркнул этот текст из богодухновенной потерянной книги «Апокалипсис Исаии». Как видим, Христос и апостолы приводили цитаты из неканонических книг. И хотя они были евреи, но не хотели так к ветхозаветним евреям, как сектанты, в жизни которых неверующее еврейство вообще играет крупную роль. Вопрос к сектантам. Откуда они узнали о различии между книгами достоверными и подложными, между каноническими и неканоническими? Если скажут от евреев, то они подлежат проклятию вместе с евреями. А если скажут от церкви, то будут противоречить самим себе. Значит, нельзя утверждать, что достаточно одного слова Божьего, написанного для вероучения. Ясно, как день, что еще нужно и предание, и руководство церкви. Упрекая православие в использовании неканонических книг, они сами умышленно прячут бревно с сучками в собственном глазу, используя в проповедиях всяческие историки и подчас из атеистической литературы. Все это от своего чрева. Церковь так не учит. Послание Коринфия было минимум три, а вовсе не два. Первое Коринфия 5.9. Я писал вам в послании, если общаться с блудиками, интересно. Павел говорит, я писал вам, а пишет первое послание, а говорит уже как о прошлом, где-то было тогда, писал, когда, какое. где послание апостола Павла к ладикийцам. А при чем тут ладикийцы скажут? Дело-то в том, что он упоминает об этом. Он прямо говорит. Колосием 4.19. Когда это послание просчитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было просчитано и в ладикийской церкви, а то, которое из ладики, просчитайте и вы. Это я все взял из миссионерского журнала «Ревнитель». И далее Наталья пишет. «Мир вам, вашему дому, мой любимый отец Игнатий. Благодарю Господа Иисуса Христа за то, что мне послал вас. Вы единственный человек в моей жизни, который говорит истину, которую искала душа моя. Благодарю за молитвы и за то, что не забываете. Я встаю и ложусь с вашими роликами. Сколько много узнаю и понимаю, что совершенно ничего не знала и не слышала никогда и нигде. Все в семье потихоньку. Муж уже не против. Дети носят крестики, хотя он показывает всеми эмоциями свое недовольствие. Почему я крестила сына особенно? Батюшка как-то небрежно крещение провел. Говорит одно, а делает потом совсем другое. На крещении были младенцы и взрослые детки до 13 лет, и только моей Александре, первой дочке, и сыну Захарию. Совершил погружение, и то я настояла, чтобы погрузил. А другие дети все моченые, и моя другая дочь тоже никак не хотела под воду присесть и встать. Вода ледяная была, ей сильно холодно стало, и получилось, опять до носу только погруженно. Я из-за этого расстроилась. Думала, батюшка сделает все, как положено, а оказалось не так. Теперь получается, этой дочке опять надо искать погружение, где можно еще совершить. Я плачу ему десятину и способий, которые получаю. Берет силой, но говорит, опять у нас не принято так. Я, как белка в колесе, дочку в школу с утра отвожу, потом другую в садик, и с сыном сижу, чуть-чуть ничего не могу с ним сделать. Маленький везде лезет, а читать вообще не дает, только слушаю. Муж учится в одной фирме, там, как в армии, в 7.00 должен быть уже на занятии. Меня это радует. Хоть тут научится рано вставать и рано ложиться. Игнатий Тихонович, мне так хочется крещение принять в Потеряевке, и чтобы Ииспо принял батюшка ваш отец Акин. Помолитесь об этом. Господи, помоги. Я все имею надежду, что приеду и увижу вас. Так хочется душу изжилить, а некому, нет доверия никому, а вы имеете страх Божий и знание Писания, которое мне поможет разобраться со всем, как дальше жить и поступать. Рода у меня была, значит, 12 января 2019. Я хотела сына, а Бог дал дочку. Еще одну. Спаси, Христос, вас, и много лета вам и вашей общине. Вы всегда в моих молитвах. Нет ни дня, чтобы я не думала и не молилась о вас. Дальше Иван, что пишет, прочитайте. У вас хорошие стихи с духовным смыслом, они полезны людям. Ну, о каких стихах говорит? Ну, я тут стихотворение сейчас разослал всем. Ну, и по одному стихотворению. Римлянам 8, 19. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стинает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стинаем, ожидая усыновления, искупления, тела нашего. Это эпиграф. Мне видится, что слово «смерть» впервые страшным громом прозвучало. Умолкло пение птиц, ожесточился зверь, ядовитое змеи сверкнуло жало. Грохочущие тучи заклубились, деревья рая трепетно заныли, земля проклятия вынесене в силах лицо закрыло саваном из пыли. И ржавые кандальные дороги пунктирами маячили на картах, и в ребрах зверя дыбилось остроги, штыки зубов паскали леопарда. Короткое, как выстрел, слово «смерть», размноженное порохом смертей, очередями прострочит во всех колонками из сотен словарей. В кровавой траектории комет и в падающем шорохе плодов просматривалась гибелью ракет крушением железных поездов. Плескалась рыба, мертвая уже, и до конца так будет суждено. Моря из женских слез о гибели мужей, веками уходящими на дно. Лопочущие дети на коленях щекочет грудь счастливых матерей, а запахи пеленочного тления из комнаты немыслимо стереть. При входе в дом считаются над дверью. Такие и такие-то живут. Жильцы давно прописаны у смерти, и очередности на кладбище не ждут. О, ужас смерти! Отступи немного, на все вокруг я радостно взгляну, на будущую тайную дорогу и проглощу бестрепетно слюну. Парады войск идут по площадям о смерти, крылья реют над колонной, нигде и никого не пощадят возмездие греховные патроны. И всеми чаемый явился, наконец, как агнец предстригущим он безгласен. Его послал к нам любящий Отец, могучего, всевластного над властью. Державу смерти в голову сразил, и зовом к жизни руки простирает. Иисус Христос, святой Эммануил, бессмертием и раем награждает. Февраль 1980-й год, тюрьма. Ну и первое коринфянство, привожу места писания. Вот это стихотворение им понравилось, они его и обсуждают. Андрей, вы как-то в одном из роликов говорили, что в вузах самая сильная молитва была, да и стихи у вас подстать, особенно тронуло четверостище, плескалась рыба, мертвая уже, и до конца так будет суждено, моря из женских слез о гибели мужей, веками уходящими на дно. Вот видите, как вчера мы трое, значит, Володя Паченко и Виталий Калиников под домом, дом называем под Тополем, там, где Татьяна Новикова была, Малютина, там заросло все кленом, репьем, и все это мы выдрать сумели по милости Божией, по благодати Его. Тяжелый труд был, всю ночь сегодня плохо, но руки не имеют, топором-то бился, с корнем вырубать, непросто было. Ну, дальше суббота раз была вечерняя, батюшка в городе помолились, работы хватает. И вот на этом как бы все, но показать. Вот. Православный видеоканал открытым оком «Восвете Библии». Сегодня девять роликов поставил. Смотр маленький такой. А вот мой мир, я его люблю. Легко подписываются, спрашивают про книги, все данные здесь можно будет посмотреть, скинуть. Ну, и «Восвете Библии» библейский сайт большой. Ну, и наш форум. Я вообще-то не стреваю тут на этом. новое сообщение нажимаю, а Пулков вытащил. Собачка тут много что делает. Я его вставил. Ну, вот на этом пока на сегодня у нас получается все. Продолжение следует...